Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Геннадий Васильевич Пашин, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области. Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Ну вот, у нас уже остался позади 2014 год. Если можно, давайте кратко с вами подведем итоги того, что же все-таки было и с чем мы подошли к 2015. Ну, хочу отметить, что 2014 год действительно был годом очень интересным для развития пенсионной системы нашей Рязанской области. Мы хорошо поработали с работодателями и настроили их на позитивное отношение к пенсионной системе. И большинство из них своевременно в полном объеме начисляли и перечисляли страховой взнос в пенсионный фонд, что позволило нам выполнить те планы и показатели, которые мы ожидали по доходности от промышленников и предпринимателей нашей Рязанской области. Мы собрали более 19 миллиардов рублей за 2014 год в пенсионную систему. Конечно, расходы составили намного больше. Расходы у нас составили более 50 миллиардов. И понятно, что львиная доля расходов – это пенсионные обеспечения граждан. Но за счет того, что в некоторых регионах, которые мы называем как регионы-доноры, были свободные средства, так как там количество пенсионеров проживает намного меньше, это северные территории. И поэтому за счет перераспределения свободных остатков в тех регионах мы получали вот эти недостающие нам средства на своевременную выплату пенсии пенсионеров в Рязанской области. Ну, такая ситуация практически по всем областям центральной зоны, кроме Москвы и Московской области. Хочу также отметить, что 2014 год был для нас еще хорош тем, что мы существенно повысили пенсионное обеспечение граждан, потому что та индексация пенсии, которая произошла 1 февраля и 1 апреля, они превысили те ожидаемые показатели, которые были заложены в бюджете пенсионного фонда. И сегодня средний размер пенсии составляет чуть более 11 тысяч в месяц. Дальше хочется отметить, что позитивно того, что пенсионный фонд сегодня внедрил в практику общение как с работодателями, так и застрахованными лицами или гражданами, так называемые сервисы пенсионного фонда. Это личный кабинет страхователя и личный кабинет застрахованного лица. И сегодня активно люди пользуются этими сервисами через портал госуслуг, регистрировались на этом портале. Они дальше имеют право в любое время заходить в свои личные кабинеты и определять свои взаимоотношения с пенсионным фондом. А какие изменения нас ждут в 2015 году? Наверняка вы уже знаете. Ну, 2015 год, вообще год, конечно, будет для нас уникальным, потому что идет совершенствование пенсионной системы. И уникальность эта заключается в том, что мы пенсионные права работающих граждан будем оценивать не в рублях, как всегда, а будем оценивать в так называемых пенсионных баллах или индивидуальных пенсионных коэффициентах. И, конечно, вот эта, так сказать, новация, она во многом в какой-то степени пугает граждан. Но хочу всех успокоить, что плохого в этом ничего нет. То есть к моменту выхода на пенсию, да, мы будем пенсионные права учитывать в пенсионных баллах, а когда гражданин пойдет на пенсию, мы эти пенсионные баллы переведем в рубли, то есть умножив пенсионный балл на стоимость этого балла в момент выхода на пенсию. Это позволит нам, пенсионеру, не уменьшать его пенсионные права в процессе его трудовой деятельности, потому что стоимость пенсионного балла, она будет ежегодно индексироваться. И потом, когда он будет выходить на пенсию, то есть у него вот этот процесс индексации стоимости балла, он будет сопровождать его в течение всей трудовой деятельности. И потом его пенсионные права всегда будет и легко посчитать ему самому, и в то же время эти пенсионные права никогда не уменьшатся, потому что стоимость балла последующего года не может быть ниже, чем стоимость балла предыдущего года. Ну, что такое балл? Он рассчитывается очень просто. То есть гражданин должен четко знать свою годовую сумму заработка, за год вот сколько он заработал, и делим на максимальную заработную плату, с которой уплачивают страховой взнос в пенсионную систему. Сегодня это 712 тысяч рублей. То есть вот берем заработок гражданина за год, делим на 712 тысяч рублей, мы получаем количество этих баллов. Ну, и исходя из этого, сегодня у нас с 2015 года меняется подход к определению права гражданина на пенсию. То есть вот если будем сравнивать 2014 год и 2015 год, то в 2014 году для выхода на пенсию достаточно было два условия. Это возраст, 55 лет женщине и 60 лет мужчине, и необходимый трудовой стаж не менее 5 лет. Достигнув возраста, мы назначаем пенсию. А с 1 января 2015 года вот этот необходимый стаж, он должен составлять уже не менее 6 лет. То есть тем самым мы увеличиваем продолжительность трудовой деятельности для получения права на пенсию. И этот стаж увеличим до 15 лет к 2025 году. И третье условие было введено, что мы к 2025 году у каждого гражданина при выходе на пенсию должно быть заработано не менее 30 баллов. То есть этим самым законодатель как бы сподвигает гражданину, во-первых, иметь хорошие заработки, потому что эти баллы надо заработать, правильно? То есть чем выше зарплата, тем больше баллов. И второй, он должен дольше работать в пенсионной системе. Просто, допустим, перечислить там 2 миллиона за 5 лет, и дальше я могу не работать, а все равно пенсию потом буду получать. Но мы говорим, что да, если у тебя высокий заработок, 5 лет нам перечислял, но если прекращаешь трудовую деятельность, и мы не набираем вот этих 15 лет к моменту выхода, тогда мы, конечно, вам пенсию уже не назначим, а назначим только социальную пенсию. А эта бальная система, она никаким образом не повлияет на тех, кто уже находится на пенсии, то есть не будут как-то там пересчитываться их выплаты? Значит, что касается нынешних пенсионеров, мы тоже им с 1 января 2015 года страховую часть пенсии перевели в бальную систему. С 1 февраля мы проиндексируем стоимость этого балла, сегодня на 1 января стоимость 64,10 копеек. Соответственно, 1 февраля мы проиндексируем, и стоимость балла увеличится, и также проиндексируем с 1 апреля. Ну и, соответственно, исходя из этого, будет и проиндексированный сам размер страховой части пенсии. Потом, что касается нынешних пенсионеров, виртуально мы их пенсию как бы в баллах рассматриваем, но в деньгах они ни в коем случае, размер пенсии не уменьшится, то есть он сохранится на том же уровне и с тем же уровнем индексации и с 1 февраля, и с 1 апреля. Единственное, что будет новинка для пенсионеров нынешних, это кто продолжает работать. То есть мы, начиная с 1 января 2016 года, корректировку пенсии работающим пенсионерам будем производить не на весь заработок, как мы делали обычно, а только максимум на 3 балла. То есть у него, допустим, он за год может заработать и 10 баллов, но мы только ему увеличим пенсию, прииндексируем, вот с 1 августа, сделаем корректировку работающим пенсионерам не выше, чем на 3 балла. У которых индивидуальный пенсионный коэффициент будет менее 3 баллов, тогда как бы мы им полностью заработку с чем, да? А у которых вот он будет за 3 балла, тогда, конечно, не полный заработок учитывается. Но почему так нечестно? Ну, это не в плане нечестности, а в плане того, чтобы стабилизировать и пенсионную систему, потому что за счет перераспределения средств мы же еще выплачиваем дополнительный льгот на пенсионное обеспечение граждан, и государство не может все вот эти проблемы взять на свой федеральный бюджет. Потом пошли вот по этому пути. Но, в принципе, это очень прогрессивное все-таки вот у нас действие, потому что не во многих странах работающие пенсионеры получают корректировку. Там, наоборот, идет условие какое? Если ты работаешь, то ты получаешь только часть пенсии. А мы и пенсию сохраняем полностью, еще делаем корректировку. Все понятно. Спасибо большое, Геннадий Васильевич, что вы нашли время к нам прийти. Мы желаем вам удачного 2015 года. Я тоже желаю всем рязанцам успехов в этом году, всего самого доброго. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы тоже желаем вам всего самого доброго, здоровья и счастья. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин